Wi-Fi роутер один из самых нужных нам гаджетов сегодня. Наверное, это почти такая же популярная вещь, как телефон. Ну или как планшет хотя бы. И какой роутер на сегодня лучший? Это такой же сложный вопрос, как лучшие наушники. Если тут у каждого свои вкусы, то с роутерами чуть по-другому, у каждого свои фишки. Но хоть и медленно, а гаджеты становятся умнее, и, наверное, возможно, не самым лучшим, но самым умным роутером можно назвать Google OnHub. Внешний вид. Корпус хоть из пластика, но сборка прекрасная. Сверху написано Asus, потому что эта компания является производителем. Внизу трехцветный диод, сзади три разъема. Один WAN, один LAN, разъем для зарядки и USB 3.0. В комплекте также идет Ethernet кабель и зарядное устройство. Внутри роутера установлен двухъядерный процессор Qualcomm Atheros IPQ8064 и аппаратные Switch QCA8337. То же самое стоит во флагманском Netgear R7500 и MicroTik RB3011. Дальше. В OnHub 1 гигабайт оперативной памяти и 4 гигабайта встроенной eMMC памяти. А еще 8 мегабайт памяти NorFlash. Это быстрейшее и супернадежное хранилище, которое работает таким же образом, как и NAND. Для всяких подсистем, контроллеров и так далее. Ну и, естественно, поддержка стандарта AC1900 имеется. Google сразу заявили при старте, что их роутер мало что умеет, он будет совершенствоваться со временем, с обновлением прошивок. Что умеет сейчас OnHub? Во-первых, все взаимодействие с телефоном происходит через специальное приложение для iOS или Android. Нет никакого страшного веб-интерфейса, но, получается, из компьютера гаджет настраивать нельзя. Только с телефона или планшета. При первоначальном запуске роутер издает специальный звук, телефон его улавливает и все готово. Подсоединились, осталось только название сети придумать и пароль. В приложении есть две страницы — обзор и Wi-Fi доступ. На второй показаны две наши сети — первая гостевая, вторая — основная. Нет разделения между частотами 2,5 или 5 ГГц. Роутер сам определяет, какому устройству какая сеть больше подойдет. Кроме того, он также определяет и канал, выбирая наименее загруженный. То есть принудительно ни то, ни это выбрать нельзя. Плюс канал он проверяет каждые пять минут, меняя его, если тот забился. Тут же можно отправить свой пароль гостевой сети, смс-кой на почту, в телеграм, да вообще куда угодно. В окне «Обзор» показана схема работы — интернет он хаб гаджеты. Тапаем, открывается окно подключенных устройств, и сразу видно, кто подключен к домашней сети, кто к гостевой, кто кушать сеть, а кто нет. Гаджетам можно давать свои имена, смотреть график расхода сети, смотреть IP и MAC-адреса. И не совсем понятно, почему тут нельзя блокировать те или иные гаджеты прямо из приложения. Это странное ограничение, нужно отключаться непосредственно с устройства. Здесь же, нажав на иконку онхаба, можно посмотреть использование сети в реалтайме, а также статистику скорости сети, как она вела себя последние 60 дней. Внизу есть иконка Priority, можно выбрать гаджет, которому при необходимости будет отдаваться вся скорость сети на 1, 2 или 4 часа. Но самое классное, если в настройках выставить гаджет по умолчанию, то проводим рукой около роутера, он подал световой сигнал, и все, приоритет выставлен. Просто здесь сверху установлен сенсор движения, который понимает, что вы провели рукой. Работает классно, и не нужно заходить в приложение, чтобы выставить приоритет. Другие умные вещи. Роутер поддерживает протокол FRED и протокол Zigbee, основанный на стандарте 802.15.4, поддерживает платформу VIF и технологию Bluetooth Smart. Внутри стоит Bluetooth-модуль. На данный момент все это еще не распространено, но главный вопрос — что это вообще такое? FRED и Zigbee — это беспроводные сетевые протоколы для подключения устройства умного дома по Wi-Fi и взаимодействия между собой. Платформа VIF как раз является неким общим языком для расширения возможностей этих гаджетов. Ну а Bluetooth Smart — это привычный нам Bluetooth, только с низким энергопотреблением и высокой скоростью. Если взять все в целом, набор таких технологий позволяет, во-первых, подключаться к этим самым умным вещам, во-вторых, делает все, чтобы сеть не была загружена, и в-третьих, позволяет этим умным вещам работать друг с другом. Все это будет полезно для управления умным домом в лице огромного количества гаджетов, которые будут мгновенно отзываться на команды. И сразу по поводу нагрузки сети и радиуса. К онхабу можно подключить до 100 устройств одновременно, а радиус покрытия составляет 230 квадратных метров. Естественно, при наличии стен эта цифра меньше. И да, стены пробивает неплохо. Но для, допустим, большого дома одного роутера не хватит, нужно будет брать хотя бы пару. Онхабы легко можно объединять в одну сеть. И еще одна великолепная новость — совсем недавно онхаб стал первым роутером, кто поддерживает сервис IFT. И это очередное подтверждение словам Google, что с каждым днем их продукт совершенствуется. IFT позволяет связывать разные гаджеты и сервисы друг с другом, не имея нативной поддержки. Мы сейчас не будем в это углубляться, сразу перейдем к примерам. Что удалось сделать полезным уже сейчас в IFT? Самый удобный рецепт, если к сети подключаем, ну, допустим, мой MacBook, то приоритет скорости отдается ему. До тех пор, пока не отключу. Другие рецепты. Ребенок из школы приходит, его телефон соединяется с Wi-Fi, вам приходит SMS или письмо на почту. Можно также сделать по отключению от сети. То есть, когда уходит из дома. Дальше — лампочки Philips Hue или подобные. Уходите из дома, свет автоматически отключается. Также работают многие устройства с поддержкой технологии VEMO от Belkin. Лампочки, розетки, бытовая техника и так далее. Можно составить свой рецепт. Допустим, прихожу с работы, телефон коннектится к Wi-Fi, пусть кофеварка начнет варить кофе. Или, если включается Chromecast, вся скорость пусть уходит к нему, чтобы поток видео был без буферизации. Вариантов взаимодействия реально очень много. На сайте IFT уже куча рецептов, и все их можно посмотреть. И да, сейчас в примере были уже существующие. Дальше. Продукты OnHub похожи на линейку Nexus. Все делается по задумке Google и для Google, но производителем выступает другая компания. Сейчас помимо роутера от Asus есть еще и TP-Link. Отличаются они прежде всего дизайном и возможностями. Как я говорил, у Asus есть специальный датчик, а у TP-Link антенн больше — 13 против 7 у Asus. Соответственно, TP-Link дальнобойнее. Но скорость почему-то выше все равно у Asus. Мы не делаем профессионального тестирования роутера со специальным оборудованием, но приземленные в кавычках тесты скорости показывают хороший результат. Сейчас к роутеру подключена сеть с официальной заявленной скоростью 365 мегабит в секунду на загрузку и на выгрузку. Как видите, скорости выдают больше, чем нужно. 420 на загрузку — это где-то 50 мегабайт и 390 мегабит на выгрузку. Стоит учитывать, что приоритет сейчас стоит именно на макбуке, но другие устройства тоже спокойно используют интернет. И сейчас к OnHub подключено еще пять устройств дополнительно. Давайте также проверим скорость через собственное приложение OnHub. Тут есть специальная иконка. Она показывает результат поменьше, но он тоже очень неплохой. Но где правда? Скачаем, допустим, торрент-файл объемом несколько гигабайт. Соответственно, скорость 42-47 мегабайт на загрузку. Это как раз те самые 360-370 мегабит, заявленных оператором сети. Если попробуем загрузить ролик на YouTube, то скорость будет тоже космической — 5,2 гигабайта за 4 минуты 20 секунд. Это около 150 мегабит на отдачу. В общем, в отношении скорости к OnHub претензий быть не может. А это, естественно, все равно самая важная вещь при покупке роутера. Максимальная скорость, которую поддерживает OnHub — 1900 мегабит в секунду. Теперь про минусы. На задней стороне роутера находится USB 3.0, и как бы вы думали, зачем винчестеры и флешки подключать? Нет. Сейчас только для рекавери накопителя. Получается, что и технология DLNA тоже не поддерживается. С другой стороны, вряд ли бы Google стали устанавливать быстрый порт ради одной флешки. Будем надеяться, что поддержку накопителя и для локалки всё-таки организуют. Стоит также учитывать, что OnHub не работает с протоколом соединения L2TP, а ещё не поддерживает технологию WPS из-за дырок в её безопасности. Стоимость OnHub от Asus и TP-Link сейчас имеют одинаковую цену в Google Store США — 200 долларов ровно. Ранее модель от Asus стоила на 20 баксов дороже. У TP-Link, кстати, ещё и внешний корпус снимается, его можно менять на кастомный в зависимости от обстановки комнаты, например. Выводы какие? Что называется «получите максимум от своего интернета». Такую формулировку предлагают сами Google, и в этот раз они как никогда правы. OnHub действительно самый удобный и быстрый роутер, что мне доводилось использовать. И его немалая стоимость, конкретно для моего случая, полностью оправдана — это, наверное, лучший гаджет в доме. Что касается, какой взять, то, скорее всего, Asus, так как он и представлен был позднее, соответственно, он новее. Плюс имеет сенсор движения, а по скорости не проигрывает, а даже выигрывает. С другой стороны, если площадь помещения большая, то тот лучше TP-Link. Субтитры создавал DimaTorzok